Мы сегодня в 3 часа ночи садимся в машину и выезжаем в сторону пустыни. На улице просто никого, только шарятся какие-то кошки. Блин, пойдем скорее. На самом деле мы движемся даже с опережением. Мы проехали большую часть пути и наша скорость была больше, чем мы рассчитывали, поэтому вероятно, что в пустыню мы также приедем вовремя. Из Феса мы направились на юг, в Мерзугу. Чтобы успеть на караван, выходящий в Сахару в 3 часа дня, мы решились на почти 500-километровый ночной перегон через горы и пустыню. Наш марш-бросок через пустыню увенчался успехом. Мы сделали сегодня более 460 километров через горы и через пустыню. И через города, через рынки, пешаков и пешеходов и велосипедистов. И мы прибыли с запасом. Теперь мы ожидаем того, чтобы поехать в пустыню. Мы поселились в какой-то глинобитной крепости, стены которой сделаны из, судя по всему, соломы и глины. Если бы здесь фулл дождь, оно бы, наверное, рассыпалось. Так сколько горбов? Два горба. Недалеко от Мерзуги находятся оранжевые песчаные дюны Эргошебби, куда мы и направились верхом на верблюдах. Удобно? Да, достаточно. Поехали! Мы с ним спелись похожи. Мы едем на верблюде пустыню. И на самом деле очень странно, как люди переносили многодневные переходы на этом всем, потому что эта зверюга, она реально не очень быстро так как-то идет. Как бы, мне кажется, в жопке это проблематично, если несколько суток так пилить. Виды пустыни просто потрясающие. Офраган! Еее! Хорошо, что зимой поехали. Да. Пустыни перед нами. Мы в Сахаре. Настоящие гонки на верблюдах. Насколько это могут быть вообще гонки? Самое яркое впечатление от Сахары – тишина. Пустыни так тихо, что закладывают уши. Не знаю, видно или нет, но вот на том большом бархане видно маленькие фигурки людей, которые пытаются идти вверх, забираются. Мне кажется, высота этой хреновины, не знаю, метров 200-300 минимум. Пустыня обманчива и вводит в заблуждение. Очень сложно визуально измерять расстояние до объектов и их величину. Сегодня у нас ужин посреди пустыни с берберами в шатре. Мы приехали в Сахару. Да. Очень ароматно. И так мы встали в 6.40 и пилим в дюны смотреть на рассвет. Сегодня мы переночевали в Сахаре, смотрели на пустынные звезды и сидели возле костра. И вот это все очень болит попа после вождения этого верблюда. Вот, полторачасовая прогулка на нем назад. Уже становится не очень веселой. И сегодня я, одевшись в национальные берберские одеяния, еду. Мы едем назад забирать наши вещи и выдвигаемся потом в ущелье Додес и Тодра.